Спасибо, Фёдор Сергеевич. Нас чужие войские сессии. Спасибо. Добрый день, уважаемые даты и гости форума. Я хочу поблагодарить Георгия Сергеевича Полтавченко за гостеприимство и за организацию форума. Я хочу поблагодарить министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского за деятельное участие в 6 лет. Потому что сейчас всё начиналось при нём. Он это всё подробно и внимательно контролирует. Сейчас я с радостью могу говорить, что студия жива. Сейчас здесь снимается кино, телевидение. Добро пожаловать на Лену Финь. Мне кажется, что Лену Финь не кажется, что Лену Финь, что Лену Финь – это абсолютно хитро, это место, как и для всей страны. Я тоже в этом году, как и для этого. Я не торажу, делайте мастерских достижений, которых мы достигли. Спасибо Вам большое за это время обсуждать, и вам хочется концентрироваться на трёх важных составляющих. Мы и попросим услышать наши предложения. Мы проживаем непростую экономическую деятельность времени, но уверяю вас, это невероятное продуктивное и благоприятное время для того, чтобы снимать кино в России. Это не только в Москве и Петербурге, но в первую очередь в регионах России. В мире существует такое понятие, как фирму коммершн. Возвращение потрачено на территории предприятия страны. Компания, которая занимается кинопроизводством, это мировая практика. И те территории, которые используют это фирму коммершн вызывают активное внимание у студий-производителей. В Европе процент возврата 15, 20, 25 процентов. В Абудове 30, в Канаде 30 и так далее. Почему мы много говорили, долго и много лет говорили о возможности использовать эту форму поддержки коммуникации с студиями-производящими? Мне кажется, нам кажется, сегодня не на то время, когда это можно просто сделать. Поэтому у нас есть предложение о создании кинокомиссии для поддержки кино. Цель развития кинокомиссии для регионов Российской Федерации, Министерства культуры России совместно с Фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинокомиссии. Предложение о предложении кинокомиссии для поддержки кинокомиссии для продолжения кинокомиссии. Расположен на территории регионов Российской Федерации, представляющих историческую и культурную ценность. Представитель проекта, соответствующих нормативных правовых актов для обсуждения, Министерство культуры Российской Федерации, предложил обратиться в него в Высшие Школы Экономики по вопросу проведения экспертий, заиграющих в экономических средствах последствий от реализации неэкономического и финансового поддержки организации кинематографии, осуществляющей производство фильма регионов Российской Федерации. Еще раз повторю, что эта система работает по многим странам мира. Петербург, как город, который, безусловно, привлекает и таражит внимание улучшить мутаградистов, может стать, так сказать, движком этого движения. Говорит о синематике, я об этом говорила, что на прошлом форуме прошел, в результате есть концепция, разработанная фондом Александра Михайловича Сахова, премьер-индонацией и коллегами из журнала «Киносиаз» с поддержкой при участии кинематографии. И фильм, а синематике «Петербург» при синематике «Москва» при синематике, снова представлено с синематикой как центр силы, центр образовательной, центр объединения молодежи, которые нуждаются. и в образовании различных программ, на которых мы очень много описали именно кадры-кадры-кадры-кадры, агенция кино, с которым мы и мою академию, например, после меня выросли в том же Музее кино. Мы просим рассмотреть возможность правительства города Санкт-Петербурга выйти в из помещения, осуществить финансовую поддержку создания синематеки города Санкт-Петербурга на базе городского кинотеатра «Родина». Согласно концепции, разработанный у Александра Сахова, пример интонации, в том же журнала «Сеанска» участия в киностудии «Эльфинь», основной задачей, на которой станет популяризация киноискусства, это тот редкий случай, когда киносообщество, другим мундаградический историзм абсолютно не киностудия, и Единый Павелий призывает услышать нас и помочь. И, конечно, этот ролик начался с… Я горжусь, что в Петербурге существует студия, которая организовала, которая эффективнейшим образом работала, это Сергей Михайлович Семьян. Русская анимация идет большие обереганские и европейские релизы кинотеатра. Она востребована, она занимает первые источники кинопрократа по результатам кинотеатральных показов по году. Мы гордимся этой анимацией, мы гордимся тем зрителям, которые смотрят русскую анимацию. То, что во время форума Сергей Михайлович Семьянов приглашал на новую студию «Минец». Я каким-нибудь эндоградисты, вероятно, в гордость здесь вспоминали о компьютерах силикон. Я прекрасно помню это время, когда в Москве работали за этими машинами и ввозили какие-то невероятные разрешения. Это я абсолютно поддерживаю, что вы говорите, потому что это просто на студии у Семьянова работают огромное количество не просто некими модернатистов, а просто ученых, молодых. Ученых это очень рады. В связи с этим мы удовольствием поддержать российскую анимацию в целях стимулирования индустриального рост отечественной анимации. Мы напросим из Министерства культуры России, соответственно, с Фондом социальной и экономической поддержки отечественной гипотографии. Проработать вопрос о создании института лидеров производства отечественной анимации объединив все направления с поддержкой у одного источника, а также введение львовного режима на многообразование и на компании, производящей анимацию. Спасибо вам большое за внимание на этот форум и еще раз хочу поблагодарить всех иностранных коллег, которые приехали в этот город вот сюда. Спасибо. Спасибо. Спасибо.